Положительно. Такой вердикт дали эксперты поручению президента по освобождению от налогов инвесторов обрабатывающей промышленности. Экономисты считают, что такой подход в разы улучшит инвест в климат отрасли и откроет новые возможности. С мнением специалистов познакомилась Бота Ибрагимова. Сегодня доля обрабатывающей промышленности ВВП страны составляет около 13-14%, и этот показатель считается высоким. Ведь долгое время доля сектора составляла всего 10%. Эксперты считают, что до сегодняшнего дня отрасль оставалась без особого внимания. Эта проблема в том, что мы своевременно не модернизировали и не делали инвестиции в новую генерирующую промышленность. Поэтому, допустим, сейчас, чтобы развивать дальше индустриализацию обрабатывающей промышленности, уже сейчас действующие промышленные предприятия сталкиваются с дефицитом энергии, с дефицитом газа. Но, скорее всего, эта ситуация не продлится долго, ведь президент заявил о необходимости ускорения развития обрабатывающей промышленности. Токаев поручил до конца года разработать комплексное ведение развития отрасли. На этом фоне специалисты ожидают активное включение государственных и квази-государственных предприятий, а точнее увеличение заказов с их стороны. Плюс еще, если, допустим, будут делать модернизацию в сфере электронной энергетики, или, допустим, будут обновления всей инфраструктуры, и, естественно, все будет обеспечивать за счет долгосрочных заказов казахстанскому бизнесу, казахстанским обрабатывающим предприятиям, то это будет предполагать сильный рост обрабатывающих промышленностей с текущих 13-14% до 20%. К тому же, в качестве дополнительной поддержки обрабатывающего сектора, глава государства поручил освободить иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые три года. Экономисты оценили это крайне положительно. Они считают, что такой подход создаст новый стимул для притока внешних средств, а это, в свою очередь, обеспечит Казахстан новыми предприятиями и рабочими местами.